Чего так заволновались-то? Чего заволновались-то? Тихо, тихо. Единому вечному Богу мы должны возносить хвалу за Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы спасены им, чтобы люди приняли святую православную веру. Молись за царей, за начальствующих, чтобы мир еще продлился. Всего вам доброго. Потому что здесь много дурного делается. Раздетая, показывает, что нельзя показывать. Вот так. Ну, бывает и так. Мы пришли людям возместить духовное. О рождении свыше, о жизни в Господе. О подвиге, который мы должны совершить в этой жизни, послушанием заповедям Божьим. У вас какие вопросы, может, есть? А вы к какому течению относитесь? А у нас течения нету никакого. Мы церковь Христова от апостольских времен, святая православная церковь. Вы обычно наша православная церковь? Наша православная, наша. Я не знаю, ваша или нет. Это наша церковь. Ну, наша, как бы, обычная. Да, наша обычная, да. МПС, скажем так. Да, вы, если зайдете на наш Ютуб и зарядите одно слово «метрополит», вы увидите, как 3 февраля моему брату родному исполнилось 40 лет служения в Сане, как пресвитер. И к нам приехал митрополит алтайский. Какое богослужение было радостное. Понятно. У нас удивительный митрополит. Как отец родной. Понятно. Очень хорошо. А вы откуда сами... Барнаул, Алтайский край. Барнаул. Понятно. Алтайский край, понятно. Да, метрополит... А, да, далеко. Почему-то говорят «Брянский волк». Ну, так говорят тамбовский и «Брянский волк», говорят. Да. Ну, потому что у нас леса. По всей видимости, поэтому... Так, если вы зайдете на YouTube, зарядите «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот это у нас Библия. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы там увидите. У нас 14 700 роликов. Мы строим деревню православную. Где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Все верующие. При въезде в деревню висит надпись «На территории деревни курить запрещается». Понятно. Ладно, удачи вам. Спасибо, Христос. Всего вам доброго. Если вы думаете по скайпу зайти когда-то, зарядите «Игнатий Лапкин». Вы меня сразу найдете. Хорошо. До свидания. Всего доброго вам. До свидания. Господь достоин ее. Вы военные. Вам нужно Богу молиться, чтобы не погибнуть. Потому что ваша жизнь в опасности. Опасная работа такая. Надо с молитвой выходить на работу. Сказать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И дальше скажи «Отрекаясь от всех дел сатаны, чтобы быть в безопасности». Вы Библию-то считали? Девушка, короче, священник читали? А вы Библию считали? Библию не считал. Не считали никогда? Никогда не считали. А вот посмотрите, как она выглядит. Здесь ответ на все вопросы. Для чего человеку жизнь дана? Девушка, а вы? Так, что говорите? Вы сейчас священник? Брат у меня священник. А я щтец. Только не ругайтесь никак, чтобы плохие слова нам не мешали. Не мешали. У вас о душе забота есть какая-то? Вопросы задать? Или нету? Ничего? Как у вас настроение? Да вообще наше настроение. Мы о Боге пришли сказать, о вечности. Чтобы люди душой не погибли, сатаной не оказались в озере огненном. Да, спасибо. Мы верующие, да. Да, да. А у вас что там в городе-то есть православная церковь? Есть православная церковь, да. Мы каждый день туда ходим. Вот это здорово. Спасибо. Молодцы. И вы знаете, что Пасха будет скоро? Да. Через тренинг. В это воскресенье будет Благовещение. В это воскресенье. Вот осталось сегодня четверг. Завтра 5 часов. Рады, удачи вам. И удачи. С Богом. Слава, конечно. Вы откуда? Город Барнавол, Алтайский край. Мы пришли сюда людям возвестить радостную весть о Иисусе Христе. Что он умер за наши грехи. Тут место темное ущелье, как видел святой Пахомий. Где люди погибают в разврате, в всякой пахости. Это Содом и Гоморра, эта рулетка. Согласен с вами, согласен. А мы ожидаем Пасху Христову. Благодарим Бога. У нас радость каждый день. Рад за раз. Рад. Да. А вы православный? Ну, крещеный могу сказать, да. Крещеный. Ну, вот, если какие вопросы есть духовные, можете задать. О жизни, о спасении, о вечности. О Христе. В принципе, я так-то понимаю, да. Только что, вот, как говорится, в церковь не хожу. А вы, похоже, старообрядец, да? Да, мы из старообрядцев. Но ходим в эту церковь. Официальную русскую церковь. Благодарим Бога. Наши корни старообрядческие. Но были без попов, все кержаки называются. А без священства спасения нет. И мы поэтому пришли в церковь. Брат у меня обстал священником. Вот недавно, 3 февраля, было 40 лет, как он в сане священника. О, рад за вас. Да, мы строим с нуля православную деревню. Где все верующие. Никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Отлично. Вот это ты, рад за вас, рад за вас. Да, это такая деревня. На 21 тысячу погубленных возродилась одна единственная. Ага. Это рад за вас. Так вы не в самом Барнауле получаетесь, да? Летом мы в деревне. Там люди живут. Вот, а я зимой здесь, а летом там. Я был начальник детского лагеря, наш православный, 45 лет. Тысячи детей подняли. И государство ни рубля не помогло за 45 лет. А мы на это не смотрим. Полезно? Сейчас мы приобрели несколько домов. Лагерь как бы переместили в деревню. Гостей приглашаем. А лагерь превращаем в музей. Вот сейчас оформляю все. Рад за вас. Вот это полезным делом занялись. Так, если у вас будет желание встретиться, вы запишите себе в скайпе Игнатий Лапкин. Игнатий? Лапкин. Лапкин. Ну, лапка. Уменьшительное слово от лапа. Вот. А если вы зайдете на Ютуб, во свете Библии, вот здесь у нас. У нас 14 700 роликов. Как миссионерская поездка была, миссионерская поездка. Господь благословил меня, у меня вышли книги, 38 томов книг. Я решил подарить их библиотеке мира. И как мы доехали с Барнула до Владивостока, порт Находка. А потом книги забросили к границе и дошли до Португалии, Лиссабон. К Скандинавию, Прибалтику прошли. 650 городов и сел. И везде подарил по полному комплекту. На 35 миллионов сделали подарок. Это Господь делает. Мы тут ни при чем. Нам никогда ничего нельзя сделать. И люди находятся, и помогают. И незнакомые люди совсем. Вот сейчас только говорю. Сейчас только вот говорю. Один человек. Только вот здесь. Ну минут 10 назад. Сидит какая-то маска. И вдруг он маску срывает. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Да как вы попали сюда? Да я, говорит, на вашем ютубе уже сколько лет. Видите, где какие встречи бывают. Да, 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 да. Ну, нет. Рад за вас. Полезное дело делаете. Я думаю, да. Если у вас есть, я повторяю еще раз. Богоугодное, наверное, да? Ну, конечно. Мы видим плоды. Мне пришлось... Ты что залез сюда, а? Что ты залез сюда? Ах, какой ты у меня. Иди домой. У меня три голубятни. И в комнате еще держу голубей. Понимаете? Это вообще надо видеть, какие они красавцы у меня. Вот, постойте, я сейчас покажу вам. Ага, ага. Ох, ты еще хохлатый. Да. Турманы. Это молоденькие. В комнате они у меня живут. Ага. Понимаешь, какой? Ну, да, красавец, красавец, правда, ага. Вот так. Господи, поверил. Ладно, рад, рад за вас, светлый человек. Да вам, во славу Божию. Вы, если зарядите во свете Библии и добавите сайт, зайдете на сайт. А на сайте там море. Там 50 книг, аудио моим голосом насчитаны. Полностью златоуст 12 томов. 12 томов жития святых, Библия, архипелаг, гулаг. Мне пришлось страдать еще сколько за то, что я вмешался. Брал интервью репрессированных, меня по пяти тюрьмам протащили. Я только в 87-м году освободился. Следователь обратился, начальник тюрьмы пришел к Богу, умер по-христиански. А в тюрьме сколько людей покаялось. Преступники. Иди, не балуйся здесь. Ну, рад за вас, рад за вас. Красавец. Ладно, очень приятно было с вами. Так, вы вот что, да, вы что, зайдите на наш YouTube, вот эти Библии. Вы себя там увидите. Себя увидите. Вы догадались, да? Да, 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 да. Вот так. С Богом. О, отлично. Рад за вас. Аллилуйя. С Богом. До свидания. До свидания. Я помешал кому-то из вас, нет? Нет. Нет, вы не помешали, просто я вас увижу постоянно, каждый день. Каждый день. Да уже сколько мы людей нашли, которые желают веровать. Ты еще залез сюда. Давай-ка, играй там. Беги. Что, каждый день сидите тут? Мы нашли людей, которые действительно жажду. Тут только перед вами две минуты назад с одним разговаривал. Он говорит, я православный, но в церковь не хожу. Ему было очень интересно. Вы вообще на улицу не выходите? Да был на улице я сегодня. Пока голубям слазил, покормил голубей. У меня три голубятни. В деревне две здесь. Вот. Потом за водой сходил. Потом вынес залу. Маленько-то бываю на улице. А вчера снег покидал. Снег покидал вчера, снег. Что, у вас снега много? Ну, снег много, куча лежали. Так что, быстрее растаяло, пришлось раскидывать. А где вы живете? А? Живете где? Город Барнаул, Алтайский край. Только ни одного слова плохого не говорите. Ни одного плохого слова не говорите. Какого? Ну, какой-нибудь там это... Как, универующих? А ну как, вылетает, они даже не думают. А я и говорю, чтобы... Я же не говорю ничего, я говорю, ничего себе. Да, да. А у меня нет. А у меня погода вот такая. Сейчас скажу вам. Снега вообще нету. Жарко. А что там такое? Это Калининград. Что-то я не понял. Какое-то слово сказали. Калининград. Калининград. Это Кёнигсберг бывший? Вот именно. О, мы ездили, когда тут... По миссионерской поездке была. И мы сломалась машина в Швеции. И нас на эвакуаторе притащили. А знакомый, я не встречался с ним. Может быть, даже встречали Дмитрия Булкина. А он в Испании был. И он сразу позвонил туда, чтобы за нами эвакуатор приехал. А мы через Литву переплыли Балтику. И дальше уже пошли. Мы прошли 120 тысяч километров. Проехали. У меня 38 томов вышло в книге. И я решил подарить библиотеке мира. 650 городов. Вы писатель? Ну, какой я писатель-то? Я проповедник, миссионер. А поэтому отобразил то, что попросили. Я много преподавал в разных университетах. Три радиопрограммы вел. Во всех отделах милиции, воинских частях. И поэтому у меня очень большой опыт. Тем более я отбывал в пяти тюрьмах, за слово Божие. У меня биография такая, ну, нерядовая. Отбывали? Да, отбывал. Теперь реабилитировал со всеми льготами. Я брал интервью у репрессированных. Первый в стране издал архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. Я его насчитал на... Вы, по-моему, сейчас бороду отрастили, как у Солженицына. А ее... Ее не надо отращивать, она сама растет. Это не перо. Ну, все равно. Ну, так, конечно, не трогай. Она все как будет по образу Божию. А вы-то зачем бреетесь-то? Зачем на женщину похоже? Это же генера похоже. Ну, конечно. Это подкаблучники бороды бреют. Это жена там восстает. Я не теоретик. Я знаю на практике, как. Борода, большая борода, это генера, понимаете? Это не генера. Беги, гуляй. Ну, вы все идите, правильно? У вас все это остается на браке. Ничего не остается. Ничего не остается никогда. Остается. Ну, как оно может оставаться-то? Каким образом? Ну, вот смотрите. Вы на улице Шаверму, к примеру, едите. Ничего я не ем на улице никогда. С чего ради? Это за столом помолился, сел за стол. Ну, вот к примеру. Я могу спокойно есть на улице. Ну, ешьте. И есть жирную еду. То есть у меня ничего не будет подбородка растекать. А у вас... Вы все равно бородобриец. А бороды бредь? Протопопа вакуум говорил, блудодейная ересь. Блудодейная. Это гомосексуалисты придумали. Но вы зайдите, зайдите в храм божий, посмотрите. Вы без бородок ни одного святого не увидите. Ни одного. Это уже как религия, часть религии. Смотрите, часть религии. Я сейчас назову. Главные враги религии с бородами. Фридрих Энгельс, вот такая борода. У Карла Марса поменьше. У Ленина клинышком. У Сталина усы. А у Хрущевой на голове уже нету. Прогресс, прогресс. Почему голоду не отращиваю? Да потому что у меня нету. У меня по бокам не растет. Нет, какая есть. О, вы посмотрите, у Хо Шимина три волосинки. Или изобретатель радио Попов. Там бороденка, но нигде не тронул. Зачем? Зачем она нужна? Это некрасивая. Но неверующий я вас не заставляю. Но вы же помните, Фидель Кастр приезжал, целовался с Брежневым. Какая борода красивая у него. На вкус и цвет. Я не знаю, я никогда не гался за бородой. Борода, это означает ты мужчина. Ты не подкаблучник. Подкаблучник. Подкаблучник это когда выполняешь любое женское... Во, во, во. А женщина напротив бороды сегодня. А, нет. У меня к вам вопрос. Давайте. Вот вы как верующий человек. Расскажите, как верующие люди борются с депрессией? Могут что делать? С депрессией как люди верующие борются? Верующие люди, они... Подожди. Как верующие борются с депрессией? Депрессия, а ее нету. Это уныние. Уныние это смертный грех. А знаете... Вот послушайте внимательно. Святые, это Марка, по-разному отвечают эти. Авва, не евангелист. У меня своя наработка. Я отвечаю. Уныние, вот это депрессия, от плохо сделанной работы. Больше ничего тут нету. Плохо молился, плохо постился, плохо трудился, плохо милости не подавал. И поэтому тебя скорчужило. Распрямись. Ты живешь один раз на земле. Тебе сюда не вернуться. Библия говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь победой, которую Бог одержал. Он умер за наши грехи. Нас призвал. Открылся нам. Может быть, может быть. Но все равно. Перепадок настроения, понимаете? Не всегда зависит все от человека. Понимаете, что... Представьте себе, я один нахожусь. В тяжелейших условиях. Меня 26 лет крутили, давили, выворачивали, накачивали. Какое состояние? А я Бога молился и благодарил Бога. Господь сердца врачей коснулся. Минутку подождете, я просто на работе. Сейчас я минутку сделаю и делаю это. Ну, давайте, быстро только. Вы знаете, что? Если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, вы в скайпе меня найдете. Давайте. Господи помилуй, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины. Вижу везде сын, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны. И спаси, блажь и души наши. Аллилуйя. Богородица, Дева, радуйся. Ушел. Обраданно. Обраданно.